Каких-то 15 минут и очередной незаконно рекламный щит погрузили на грузовик. Команда Николая Морозова уже набила руку на ликвидации таких конструкций. Эта работа в Самаре по поручению главы города Олега Фурсова ведется уже не первый год. Сначала было все и угроза со стороны собственников рекламных щитов и бюрократические преграды. Сегодня механизм демонтажа самовольных объектов уже отточен. Занимает, ну смотря от 15 минут до часа, так скажем, самый сложный щит, но в час его не будет. Работа у монтажников есть всегда. Сегодня они ликвидируют 7 незаконных рекламных щитов на улицах 22-го портсъезда Георгия Димитрова и Старозагора. Конструкции разбирают и отвозят на специальный полигон. Если их собственник не объявится в течение месяца, щиты утилизируют. Судебное решение для этого не требуется. Достаточно предписания заместителя главы города Владимира Василенко. Если появляется собственник какой-то и признает, что это рекламная конструкция его, ему это, конечно, делать невыгодно. Он получает штраф в размере от 500 тысяч рублей. Но, как правило, таких людей не появляется и конструкции просто утилизируются. На следующей неделе планируется ликвидация еще четырех незаконных конструкций. А в марте будут подписаны новые муниципальные контракты на демонтаж сотни самовольных объектов. В этом году продолжается масштабная работа по реконструкции бульвара Старозагора. Она включает в себя в том числе и ликвидацию незаконных рекламных конструкций. Например, вот эта стоит здесь уже более 10 лет. Сегодня ее ликвидируют. Сергей Ромашов, Максим Гусев. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!